Вот у нас туалет, в него не сходить, в ванной стоит, не помыться, раковина стоит, не умыться. А уличных туалетов есть? Уличных туалетов у нас тоже нет. Новый год преподнес Саяни сюрприз в первый же день. Из кранов перестала течь вода. Теперь женщине приходится запасаться пятилитровками в магазине. Также помогает с водой сестра, возит водоколонки. Но всех этих объемов хватает семье, лишь на питание. Не помыться, не постираться, только-только на воду, чтобы чай сварить и покушать. И все, все на этом. Нам каждый день тоже воду не могут привозить. И мы покупаем пятилитровыми канистрами, бутылками и все. Вот так и живем. Так и живут, по словам Саяны, на этой улице еще три семьи. Управляющей компании у этих домов нет, потому за помощью сирота обратилась туда, где ей предоставили жилье. В Министерстве социальной защиты. Но в Министерстве уверяют, что решать проблему такого плана жильцы обязаны самостоятельно и за свой счет. Там двухквартирный дом. Сосед, ее сосед, получается, не проживает длительное время. Соответственно, если половина дома не отогревается, конечно, получилось так, что дом замерз. На самом деле мы в курсе. С районной администрацией Торбогатайского района мы отрабатываем. А и что будет? Им как-то помогут или что? Постараемся разрешить данную ситуацию. А примерно когда такие сроки? В ближайшее время. И, учитывая наши климатические особенности, наш наниматель, наниматели вообще должны более внимательно отнестись к своему жилищу, к своим жилищным условиям. Чтобы из кранов вновь пошла вода, выложить придется сумму от 5000 рублей. Деньги эти для семьи немалые. У вас есть такие деньги? Нет, конечно. Мы как малые имущие. Вообще нам ни туда, ни сюда. Но если вдруг после работы сантехников опять ударят морозы, то семья вновь останется без воды. Женщина с таким положением дел мириться не согласна и намерена идти в прокуратуру. Ну, сколько можно так жить вообще, я не знаю. Инна Судандукова, Бато Гармын, Андрей Дармаев. Новости дня.